И вообще, что касается запрещенных действий у детей, там такое правило, да, если вы видите, что человек, условно говоря, лезет на запрещенное хиническое действие, но вы можете остановить, то вы вмешиваетесь. То есть мы стараемся, да, типа того, то есть мы останавливаем, да, по-хорошему. Да, то есть мы как бы, ну, не останавливаем, схватываем, но нам, типа, это нельзя делать, да, останавливаем руку, то есть мы можем комментировать, но тут приоритет в чем? Для детей, вот как, в принципе, родители позиционируют? Они позиционируют, что у детей это опыт, они учатся, то есть это не соревнования на жизнь и насмерть, да, это у родителей соревнования на жизнь и насмерть, а у детей это должен быть, типа, как бы опыт и процесс обучения. И самое важное, чтобы ребенок не травмировался, да, потому что это как бы отбивает от желания и мотивацию, вот, и, ну, зачастую возможности, вот. И суть в том, то, что если вы видите, да, что ребенок долго пытается вылезти на оплату, то, возможно, ну, как бы, он реально от нее идет, вы это видите, то есть вы имеете его право, как бы, сказать, что оплата запрещена, он может забыть, да, но чего нельзя делать, если он уже залез на оплату, вы не можете ее, ну, развернуть, понимаете, да? Вот, и если человек сдался, тем более вы не можете, как бы, ну, вернуть позицию, да, если сдался, то это дисклал. Если, ну, если салопат, если он полностью перкинул, это тоже дисклал. Это будет дисклалом считаться только в случае, если он уже закроет замок, или даже с одной ногой, когда он заходит, потому что многие, именно малые, они пытаются зайти так на армбар, а у них в итоге заходит рука, да, на умоплату. Да, мы же понимаем разницу, умышленно оно произошло или нет. Вот я говорю про умышленно. Конечно, не умышленно, мы возвращаем, да, мы можем вернуть, но если позиция не закрыта, вы понимаете, да, то есть если нога слетела, вы можете это сделать, но если это была амоплата, ну, амоплата, амоплата, то вы сами себя не обманете, не понимаете, да, то есть как бы, здравый смысл. И здесь тоже... В какой момент тогда останавливаем? Вот человек приходит на армбар, да, и оказывается... Стас. Здесь нет угрозы амоплата к столу, здесь ты можешь вообще не останавливать. Если он вот так лежит, то он не выфутит. С тобой как и зачем? Да, в принципе. А если, например, нижний закидывает ноги, шея, рука, тот его скидывает, ну, у него как бы уже ноги закрыты изначально, его сбрасывают, он оказывается здесь получается, уже сразу с закрытыми ногами, с рукой зафиксирует. Вот понимаешь, я так сделал, я выдал время. А, а что он будет делать дальше? Да, то есть если он осознает, что на амоплата он раскрыл ноги, пусть борется дальше. Ну, если он такой, о, ну, я не выберу. То есть мы детей стараемся не наказывать, условно говоря, ну, жестко, да, как взрослого, да, то есть мы не пытаемся, да, как бы, делать прямо из них такую спортивную схватку, да, что вот чуть-чуть он и так дернулся в сумму, понимаете? Вот, то есть суть в том, что они должны учиться и они должны побороться. То есть мы даем им такую возможность. Поэтому у них и замечаний-то больше, да, то есть у них предупреждений на два больше. Помните, да, об этом? Первые замечания, они не показываются, да, судье? Показываются. Их тоже ставят? Да. Да. Потому что просто программа рассчитана на... Нет, программа рассчитана на три. Да? Стас, напомни по замечаниям. Сколько и что? Детей. Первое. Второе. Третье. Четвертое. Пятое. Пятое. Шестое. Все. Детишкам говорить по-русски, что у тебя замечание. Они могут просто не слышать. Вообще, ну, там не сказано, как обращаться конкретно с детьми, но суть в чем-то. По-хорошему... На три. По-хорошему. По-хорошему должно быть так. Если... Вот ты видишь, да, два человека борются, допустим. Можешь лечку с вами? Да. Вот я, ну, в закрытом верте, да? И у нас здесь у обоих столик, да? То есть, типа, я ничего не делаю, он ничего не делает, да? То есть, судья собирается наказать, допустим, у обоих, да? Вот судья стоит здесь, и что он может делать? Он дает команду стоп, показывает там, на нижнем, да? Пеналти, показывает у меня на верхнем. Пеналти, дает команду бой. Если мы, условно говоря, находимся в сайте контроля... И я вот вцепился в Димана, и все, вот так вот уже сижу тут час, да? Он хочет меня наказать. Но если он просто вот так вот покажет, я этого не увижу. И не услышу, скорее всего. Вот в таком случае, если человек в сайте, условно говоря, лежит, да, прижимается, и вы понимаете, что он вас любит, вы что делаете, как судья? Ну, и голоса команда там, не знаю, либо, как у вас будет, на каком языке, не знаю. На детском. Ай-яй-яй. Да, наш. Ну, то есть, в общем, это будет ключ. Да. Палта, точнее. Спасибо. Вот. То есть, это что касается, ну... То есть, мы не останавливаем во время поединка? И надо понимать, ребят, посмотрите, если вы собираетесь давать предупреждения обоим борцам, вы останавливаете схватку. Если вы кому-то одному даете, вы можете ее не останавливать. Но это касается борьбы, ну, в принципе, в партере, да, и особенно, когда борьба идет неактивная. Вот. Вы можете, как бы, ну, останавливать, можете не останавливать, но когда вы останавливаете, обязательно. Можно еще раз. Вот. Вот. Это очень хорошо, например, в закрытую гайду показывается. Если мы оба, ну, условно говоря, тупим, слушаем, да, и он хочет наказать вас обоих, да, судья, то судья должен оставить схватку. Почему? Потому что, если он сейчас скажет мне, да, предупреждения, то Диман начнет резко, ну, суетиться, и он, возможно, типа не получит предупреждения. То есть, понимаете, да? Вы, если хотите обоих борцов наказать, и в чем логика? Если вы это наказываете застоленными, значит, схватка и так не идет. Остановив ее, вы ничего не нарушаете. То есть, условно говоря, когда, понимаете, один человек работает, а другой, ну, тупо сушит, да, то вы можете, но зачастую, не прерывая схватку, да, показать, ну, тому, кто сушит, да, что он сушит, и дать ему предупреждения. А когда оба человека вот так вот, ну, я вот так вот держу Димана, а он там, условно говоря, вот так меня лежит, да, ну, такие оба. Вот. То, ну, все равно ничего не происходит. Останавливайте. Круче-круче. 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 Вот. А что касается стойки, да, если происходит вездействие стойки, стойки мы всегда останавливаем. То есть, условно говоря, если мы там, снимаем, да, что-то там обводим, да, вот это вот все начинается, да, не важно, он хочет одному дать панельте или нам обоим, да, вы останавливаете схватку, разводите их там, этот сюда, этот сюда. Вы показываете там, типа, ключи, да, там, здесь, да, нет, как вы считаете, да, и даете команду бой. То есть, не должно такого, что они борются. Вы подходите? Вы подходите? Так, типа. То есть, вы должны показать, да, что вы ему даете паусы за пассивность. Вот. При этом, если человек, у них есть вот этот жест, они вот так вот, наверное, показывают, что если вы бегаете долго, и вы убегаете еще при этом за манер. то есть, ну, то есть, в принципе, конкретно случай был, когда, ну, знаете, вероятный лорд, любят его так же делать первый раз. У него было по разу, он так, хоп, и бац, и забежал за край. Бац, забежал, и, как бы, ну, ему сразу, в принципе, у нас почти сразу остановили схватку, показали, и далее появился. Ну, не сказать, что это жест обязательный, просто… Что означает этот жест? Выбегание. Выбегание за ковер? Да. Уход от схватки, выбегание вот такое вот. В принципе. Какой-то буховец, по-моему. Типа того. Типа того, да? Типа того. Типа того. Судить надо по совести. Да. По-честному. Не суди, не судим, будь. Просто, на самом деле, пеналти, да, вы должны давать, ну, четко, да, особенно, если это касается взрослых. И, ну, со взрослыми, они, ну, как бы, говорят, что это должно быть молотолера, то есть, вы не должны, ну, проявлять какого-то, такого, терпения, милосердия, да, то есть, вы видите, что человек, ну, условно говоря, сушит, да, пассивничает, да, то вы, ну, даете пеналти как надо, да, бюджет 20 секунд, правого варьета 10 секунд, да, вот, условно говоря, и, ну, помним, да, пеналти могут идти подряд, пеналти насчитываются, ну, вместе, да, они накапливаются, то есть, условно говоря, я могу получить один пеналти за пассив, один пеналти за нарушение, там, каких-то правил, да, захват изнутри, условно говоря, там, третий пеналти опять за пассив, и они все суммируются, да. Что касается технических предупреждений, то есть предупреждения делятся на технические, на дисциплинарные. Дисциплинарные – это сразу дисквал, без каких-либо вариантов, и человек не идет на подиум, он как будто его не было на турнире, он уходит домой. Технические дисквалы, условно говоря, ритминг, слэм, не знаю, спрещен технические действия и другие, то человек, если он проиграл в финале, то он становится в тарифе, он имеет право пойти на подиум, если может он идет в абсолютку, то понимаете, да, разницу? Вот.